25-й урок помечен, но в основном посвящен нестандартным всяким существительным третьего склонения, в котором их довольно много и в латыни тоже. Имеется в виду, что в третьем склонении в принципе свалили все, что там на согласную кончалось и на некоторые другие основы. И некоторые основы, которые кончаются на согласную, они поглощаются тем или иным способом, ну и другие процессы всякие происходят. Ну вот типичные примеры тут приводят, допустим, слово «харис» оно будет в родительном падеже «харитос», то есть тут появляется «т», и в ряде других падежей вот вся парадигма, то это «т» появляется, то пропадает. Соответственно, получается парадигму такой надо запоминать. Обычно приводят, по крайней мере, генетив, чтобы было видно, что здесь не просто изменяется по правилам, а именно тут выскакивает дополнительное «т» в определенных падежах. Также довольно типично вот это «полис полиос», и по такому же типу еще ряд существительных изменяется, а именно в генетиве, то есть основа в номинативе «полис», да, город это, а в генетиве, допустим, «ос» проскакивает вот это вот большое, да, омега, ну и вот другие тоже особенности, связанные со слияниями последнего гласного основы и гласных окончаний. По такому типу не только полис еще несколько склоняется. Также слово «генос» род, генетика у нас, да, здесь тоже ранее было «с», то есть «генесос» было, потом «этс» выпало и пошли слияния. Вот где-то даже «этс» проскакивает в косвенных падежах, а где-то она сливается, получается, парадигму надо запоминать. И вот эти на «с» это группа, то есть помимо «генос» еще есть такие. Те, которые кончаются на «эу», допустим, слово «басилеос» в царе, вот они тоже специальным образом склоняются, тоже из-за слияния вот этого вот «эу» дифтонга с окончанием. Вот надо запоминать «басилеос» будет, «басилеа» и так далее. Вот тоже парадигма. Также тут говорится о предлагательном третьего склонения «алетхэс», который является предлагателем двух окончаний. У него одна форма для мужского и женского рода, и другая форма у него для среднего рода. К тому же оно склоняется по третьему склонению. Вот парадигма надо запомнить. И кроме этого «алетхэс» еще тоже есть несколько таких же. Словарь. Ну вот «алетхэс» – это в принципе «алетхэя» истина была, так что тут несложно. А «алетхэс» – это истинный. Слово «анер» – «андрос» имеется основа «андр» у нас тоже известная. Андрология там, ихтиандр и все такое. Так вот этот «андр» он будет только в косвенных падежах, а номинатив, то есть темитный падеж, будет «анер». «Анер» – это тоже что «андрос», только это вот сокращение произошло. Слова, похожие на «басилеус» – это «архиереус», который тоже как «басилеус». «Басилеус», собственно, «василий», да, то есть царь «басилеус». «Басилея» – царство. «Генус» – «генус» было уже. «Громатеус» тоже как «басилеус» будет изменяться. «Этнос» будет как «генус». «Этнос» – это «народ», да, «этнос» – «этнос». Ну, у нас тоже есть «этничность» и все такое. Слово «таэтне» – это «калька гуим» в иврите, то есть она означает как «народы», так и «язычники». Слово «гои» означает просто «народы», имеется в виду «все народы», кроме «евреев», поэтому также имеет и смысл «язычники». Вот в греческом слово это не заимствуется, но используется его «калька таэтне». Греческое. «Геереус» – «геереус» – «священник» тоже будет как «басилеус», ну и «иерею» у нас известно. Слова «метер» и «патер», то есть «мать» и «отец», склоняются по третьему, причем у них выпадает там гласное. А артикль ставится в соответствии с родом. Выглядят они так же, что «метер», что «патер». То есть «метер» – «метрос» и «патер» – «патрос». Так будут обстоять дела, и дальше будет основа «патер» и так далее. от нее будет образовываться. «Орус» – «орус» – это «гора», которая идет как «генус». Кажется, тоже должны быть эти производные у нас. Слово «гора» – «орус» – «гора». «Пистис» было уже, от «пистис» она будет в косвенном «пистеос» и дальше пойдет как «басилиос». «Плэр» – «плэр» – «полный», «плэрома». «Полис» было уже, «полис» – «полис» и «харис» – «харитос» было. Упражнение с большим количеством этих слов из третьего склонения специальных. Частично представляют собой цитаты из Евангелия, я тут вижу, и частично, собственно, сочинения автора. Кроме того, все обороты отрабатываются. Первые три перевожу. «Алэтхэстита лалумена гепоту гереос туту». «Истинно сказанное» – «талалумена» – оно субстантивируется, но в данном случае можно и причастием. «Истинно сказанное этим священником», этим иереем. Можно также «Истинно сказал этот иерей» и так далее. Или «Истинно то, что сказано этим иереем». «Сюналтхон тон архиереон кай граматеон» – «когда собрались архиереи и граматеи». Ну, книжники иногда переводят. «Ина апоктейноси тон андратуту» – «чтобы убить этого человека». Ну, видимо, Христа имеется в виду. «Просэюксэнто молились гой матхэтай энто гейро». Ученики молились во храме. Третья фраза. «Апекритхэ го басилэус го агатхос» Отвечал хороший царь. Легон говоря. «Готи у тхэлэй апоктейнай туту» – «говоря, что не хочет убивать этого или его». Ну, остальное на собственный разбор – тут есть фразочки достаточно лёгкие, а есть сложные.